Несколько детей с ограниченными возможностями сегодня попали в настоящую сказку. Персонажи приезжали домой к деткам и лично дарили им подарки. Подробности в следующем сюжете. Волонтеры школы имени Музафара Алимбаева совместно с театральной студией объезжали семьи с особенными детьми, чтобы вручить подарки и поднять новогоднее настроение. Детям-инвалидам подарили сладкие подарки и грамоты в номинации «Лучший ребенок». Здравствуйте, Ауружан. Поздравляем тебя с Новым годом, с наступающим. Спасибо. Вот дедушка Амаран принял такой подарочек. Это какой-то красивый. И смотри, вот такую большую грамоту именную для Сармантаева Ауружан. Это самая лучшая девочка на свете. Спасибо. Очень приятно. Желаем мы тебе здоровья, счастья, чтобы папа и мама всегда были с тобой рядом, любили тебя, чтобы у тебя было много друзей. И самое главное – это здоровье. Спасибо. Участники проекта поделились своими эмоциями, поблагодарили организаторов, а также поздравили всех жителей города с наступающим Новым годом. Мы очень благодарны, что нас решили поздравить, не только нас, и в общем сложности детей. Спасибо нашему государству, тем, кто занимается этим, блогерам, предпринимателям. Вот много поздравлений у нас было. Всем желаю здоровья, чтобы в этом году только хорошее приносило всем детишкам нашим, чтобы они не болели в дальнейшем. В первую очередь радость, что нас не забывают, что о нас знают, нас помнят. Снегурочку мы знаем давно, очень рады мы, что с ней познакомились, что дружим. Такая добрая, отзывчивая. В проекте мы уже не в первый раз. Всегда приятно получать подарки, пусть даже это сладкие конфетки. К Новому году это очень даже приятно. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья. Пусть ничего не болеет. Видите, что здесь нет. Всего подарки получили 179 детей Павлодара и Аксу. Цель проекта – привлечь внимание к детям с ограниченными возможностями. И, конечно, подарить им новогоднее настроение. Артур Поляков, Аман Баимбет, Ертый Сакпарад.